Спасатель это призвание. 27 декабря поздравления принимают представители одной из самых опасных, но благородных профессий. Наш следующий материал о поисково-спасательной службе Ненецкого автономного округа. Именно эти специалисты одними из первых приходят на помощь, когда случается беда. Слово Оленевой Учейской. Снижается до определенного давления, проходит по шлангам, передается в полнолицевую водолазную мазку. В небольшом помещении склад оборудования для погружения под воду. Кислородные баллоны, гидрокостюмы, маски и ласты. Водолазное отделение поисково-спасательной службы Ненецкого округа укомплектовано по самым современным требованиям. Сейчас в морозы оно, конечно, может пригодиться, но большая часть работ производится, конечно, в период распутицы или летом. В чем сложность? Ну, это всего скорее моменты, связанные с отрицательными температурами наружного воздуха. То, что большинство работ производится в минусовые температуры. И это прозрачность воды. То есть полное отсутствие видимости под водой. И водолазы производят свою поисковую работу, грубо говоря, на ощупь. Работа связана иногда с поиском утопленников. И встретиться с ним один на один под водой тоже ситуация неприятная. Поэтому здесь нужно иметь какое-то самообладание, выдержку, так сказать, чтобы самому не поддаться панике. Никакой паники, только здоровый страх. Андрей Аколин знает об этом не понаслышке. За годы работы приходилось и под воду неоднократно погружаться, и эвакуировать пострадавших с морских судов. А еще помогать при тушении пожаров, проводить деблокацию дверей и выезжать на поисковые работы в лес и тундру. Благо, технические службы хорошо укомплектованы. Есть воздушные подушки, вездеходы и снегоходы, катера. И каждая смена начинается с проверки техники. Он проверяет, заводит, световые сигналы, все смотрит. Также мы все проверяем уже наличие, комплектацию нашей машины. То есть мы смотрим, чтобы у нас все было в наличии, все было исправно, все было заправлено. Спасательный автомобиль, его задействуют на выезды по городу и близлежащим населенным пунктам, делятся на два отсека. В грузовом обязательно носилки, специнструменты, лопаты и топоры, а еще различные домкраты, разжимы и даже оборудование для промышленного альпинизма. Кстати, в поисковой спасательной службе Ненецкого округа работают универсалы. У каждого из 18 бойцов сразу несколько направлений деятельности. Например, Александр Рочев, помимо прочего, возглавляет и отделение газоспасателей. Газоспасательная работа – это работа в непригодной для дыхания атмосфере. То есть именно работа с какими-то ядовитыми веществами. По специфике Наримара у нас мы обслуживаем опасные производственные объекты, опушки. То есть это у нас котельная, это линия газа, которая идет с Василкова. То есть вообще, в принципе, все, что связано с какими-то ГСМами. Профессию газоспасателя или водолаза получает каждый, кто поступает на службу в ПСС. Сергей Вакорин в рядах сотрудников службы четвертый месяц и уже успел повысить квалификацию. Съездил на обучение в подмосковный центр. Впрочем, спасателем мужчина работает уже несколько лет. Ранее трудился в региональной поисково-спасательной базе Росавиации. Десантировался на корабли в море для эвакуации пострадавших. А свои первые смены в ПСС Сергей запомнил на всю жизнь. Можно сказать, сразу прошел боевое крещение. Первые два выезда, как раз именно первые две смены моих, они увенчались с такими последствиями. То есть я попал и на поиски, потерявшегося человека на воде. Вытаскивали непосредственно тело из воды уже. И я попал на довольно-таки жесткое ДТП, в котором один человек был, я думаю, в сильно тяжелом состоянии, а второго как бы не стало, он погиб. И принимал участие непосредственно в извлечении тела из транспортного средства при помощи гидравлического оборудования. На вооружении спасателей имеются самые современные средства. Например, пневматические шины позволяют проводить более безопасную эвакуацию пострадавших с травмами позвоночника. Принцип работы его такой, что заполнен большим количеством полимерных шариков. Воздух выкачивается из него, и он становится жесткий. Николай Поликарпов – один из самых опытных сотрудников поисково-спасательной службы Ненецкого округа. Он начал свой трудовой путь в скорой помощи, а в 2007 году перевелся в ПСС. Сейчас Николай – старший специалист по оказанию первой помощи и проводит регулярные тренировки с основным составом спасателей. Каждый спасатель обязан оказывать первую помощь, уметь ее оказывать, ну и умеют они это делать. Происходит подготовка личного состава согласно плану графика, проводится тактика специальных заданий, постоянно отрабатывается, сдаются нормативы по оказанию первой помощи. В состав поисково-спасательной службы Ненецкого округа входит и ЕДДС-112. Именно по этому короткому номеру обращаются, когда случается беда. Звонки по экстренным службам распределяют диспетчеры и операторы. Кроме того, в ЕДДС входит и единая региональная система оповещения, а также оперативный пункт управления губернатора на случай введения ЧАЭС. Всего же в ПСС сегодня трудится 53 специалиста. Специалиста, чье призвание – спасать жизни. Мне кажется, сама профессия спасателя – она социально значимая профессия. И вы говорите, что свое отношение… Мне кажется, здесь немножечко не должно быть такого, что я хожу на работу спасателем, да, вот у меня сутки и все. Все равно это частичка жизни. Это частичка жизни, это надо проживать, это должны ставиться какие-то цели в рамках своей профессиональной деятельности. Надо больше узнавать. При проведении работ по окончании, надо делать какие-то выводы, понимать, что было сделано где-то правильно, как можно улучшиться. И все это делается для того, чтобы саму получать удовольствие от этой работы. Ну и самое главное, конечно же, это помогать людям. Как признался в интервью Сергей Балуцкий, в этом нелегком деле действует следующий принцип. Не бывает стрессовых ситуаций, бывает стрессовое отношение к ним. А потому спасатели всегда хладнокровны на своем посту. И даже сегодня, в свой профессиональный праздник, они с достоинством выполняют свой профессиональный долг. Стоят на страже безопасности.